Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты в эфире телекомпании «Город» программа подробностей. На этой неделе снова заговорили о толерантности. В наши дни проблемы воспитания актуальны на всех уровнях. Будь то философия образования, педагогические теории или стратегические и политические доктрины. О том, правильно ли понимают принципы толерантности в Рязани, говорим с доцентом кафедры теологии протеереем Сергием Рыбаковым. Я могу сказать, что за последнее время это слово постепенно исчезает из государственного оборота. Оно было в свое время в виде программы толерантности, за которую отвечал бывший замминистра Осмулов. Но постепенно эта программа сошла на нет. И вот сейчас, особенно в свете происходящих событий в Западной Европе, очевидно, нужно снова как-то начать рассуждать о мерах терпимости, о мерах противодействия экстремизму. Вы считаете, что мы немножечко перестали понимать друг друга? То есть мы друг друга понимаем, но не хотим слушать? Дело в том, что сейчас создалась проблема, когда никто не знает своего места. Вот дело ведь в том еще, что Господь, ведь Он творит мир не хаотический, да, первобытный хаос, затем в течение шести дней, как написано в Библии, устрояется и делается гармония в природе. Творится человек, творится семья, сразу Адам и Ева, и устанавливаются очень четкие между ними отношения. Вот тебе помощница, вот ты глава семьи, вот когда у вас будут дети, они должны занять свое положение, место в семье. И устанавливается четкая иерархия. Эта иерархия потом распространяется и на систему ценностей, вот, на систему нравственных законов. То есть она вообще присутствует как таковая для того, чтобы человек мог спокойно, что называется, жить, работать и обретать свое спасение. И когда перестаем видеть эти иерархические нормы в своей жизни, тогда все и рушится. В этом смысле приезжие, они как гости, должны вести себя как гости. Соответственно, мы как хозяева должны вести себя как хозяева. И сразу определено место. Ну, давайте честно, не так уж много современной молодежи сегодня действительно ходят в церковь. Ну, не только много, ее мало ходят в церковь. Тут вопрос пока не о количестве, а о том, как правильно. Так вот, когда женщина, будучи невразумленная, да, и не стоящая за мужем, как за стеной, не чувствующая опоры, она начинает очень сильно нервничать и пытается взять власть в свои руки. Но для того, чтобы обосновать свою власть, как правило, пользуется ребенком. Потому что ребенка, она, так сказать... Как разменная монета какая-то. Нет, как идола. Сейчас действительно огромное количество приезжих. Ситуация в стране экономическая, политическая, очень нестабильная. К вам приходят люди другой, вера за советом. Или, может быть, вот приходят люди, у которых соседи, да, необычные, нестандартные, они о чем-то спрашивают. Есть такие моменты? Мы сталкиваемся с этим через студентов. Потому что в плане преподавания, в процессе преподавания, наши студенты, они же живут и в городе, и живут в разных местах Рязанской области. А то и бывает, что и не только в Рязанской области к нам приезжают учиться, и из других областей. Поэтому такие вопросы возникают. И вот как здесь быть? Ну, понятно, что православный подход, конечно, учит в первую очередь видеть во всяком человеке образ Божий. Но дальше начинается уже более такое прагматичное, скажем, определение. А, собственно, за этим дальше что следует? Вот мы увидели, что этот человек – образ Божий. Оказали ему соответствующее уважение. Именно как образу Божьему. Но дальше здесь возникает множество других вопросов. Это социальные вопросы, это действительно экономические вопросы. Это вопросы истории. Кстати, очень важные вопросы истории. Потому что каждый народ воспринимает свою историю и вспоминает свои отношения с другими народами. Поэтому очень много чего наслаивается. Вы считаете, что люди поэтому отчасти стали такими злыми? Когда разрушился Советский Союз, разрушилось и вот это понимание своих мест. Если вы помните, Иосиф Виссарионович говорил о большом брате, да, о старшем брате. Вот. Сейчас, по-другому, Большой. Станин говорит о старшем брате, о русском народе как старшем брате. И, соответственно, остальные народы понимали, что они вот находятся в положении младших братьев. И соответствующим образом был Совет национальностей. А у нас же сейчас в 90-е годы пошли еще дальше. У нас ведь практически всех лишили национальности. Я воспользуюсь тем, что вы в нашей студии. Задам вот какой вопрос. Наверняка вы в курсе ситуации, которая в Касиме происходит. Это царская православная церковь. Мы делали об этом большой сюжет. Может быть, вы прокомментируете хотя бы пару слов? Что вы думаете на эту тему, ваши коллеги? У нас сейчас масштабным образом, к сожалению, в том числе и в системе образования. Я же не говорю о средствах массовой информации, рекламе и так далее. У нас формируется, я бы сказал, сектантское сознание. Оно фрагментированное. Оно именно лишенное вот этих исторических корней. Оно лишено духовных корней. И поэтому очень многие люди начинают изобретать практически как бы с нуля свою собственную веру. И находят для этого разные поводы. То царя не так почтили, то Ивана Грозного не так обозначили, то еще кого-нибудь. То есть поводов, на самом деле, может найти очень много. Самое главное здесь есть такое стремление, желание найти эти поводы для того, чтобы создать свою секту. Поэтому для меня, например, не так важно, в какую секту уйдет или какую секту создать какой-то человек. Для меня более важно то, что этот процесс формирования продолжается очень интенсивно. И по-хорошему именно надо бороться именно с этим процессом, с его причинами. Выявлять эти причины и с ними их уничтожать. А уже не потом бороться с проявлениями, симптомами. Как вы думаете, почему люди так быстро готовы поверить во все? На мой взгляд, вот со времен советской власти, и особенно в 90-е годы, было разрушено, окончательно было разрушена стержневая структура сознания человека. Которая подразумевает, во-первых, этноконфессиональное сознание. Вот возьмем здесь для примера замечательную фразу Рамзана Кадырова. Когда его спросили, кем вы себя осознаете, кто вы, то он говорит, в первую очередь я мусульманин, во вторую очередь я теченец, в третью очередь я гражданин России. А, к сожалению, сейчас вот у большинства нашей молодежи, да, впрочем, и не только у молодежи, такого четкого понимания тоже нет. Не тоже нет, а у них нет. И поэтому, когда спросишь, кто ты, да, у нас, например, в Смоленске проводился такой эксперимент, моя знакомая в Смоленске проводила, тут говорили, я рокер, я фанат Спартака, я там еще кто-то. Но с такими корнями, вы меня извините, это можно очень легко попасть в секту, потому что ни своего вероисповедания, ни своей истории, соответственно, исчезает другой стержень. Это этноисторическое сознание. Когда я, допустим, как человек русский православный, могу сказать, вот мои предки, да, они причастны к победе на Чудском озере. Вот, мои предки причастны к победе над Наполеоном. То есть вся история России, да, это моя история, и я ее продолжаю. У тебя всего лишь звено в этой цепи исторических событий, да, вот я получил от предков и должен что-то передать своим детям и внукам. Всего лишь звено. А у многих все начинается как бы с нуля. А с нуля можно очень легко, даже, можно сказать, практически всенепременно можно попасть в секту. Ну тогда несколько коротких советов от вас, как быть все-таки терпимее и находить понимание, правильное понимание. Ну, я бы сказал, что в первую очередь надо обретать, узнавать свою собственную веру, свою культуру. И в этой культуре найдется столько богатства, что человек, успокоившись, имеющий богатство, да, он спокоен. Он не, я имею в виду не богатство, золото, которое нужно хранить, которое там могут украсть или еще что-то, да, в этом плане, а именно духовное, душевное богатство. То человек спокоен и тогда воспринимает и окружающих с гораздо большим спокойствием. А, следовательно, вероятность всевозможных пустяковых столкновений, она практически исчезает. А вот вероятность каких-либо глобальных конфликтов, она вовсе не исключает. Это понятно, что мы иногда не властны что-либо предотвратить, потому что если вот Гитлер напал, то, очевидно, надо сражаться. Это была программа подробностей. Если вы что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.тв. На сегодня все, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok